всем добрый день сегодня у нас 6 июня я сегодня на чего начинаю свою новую вышивку вышивка называется анжелика сейчас где написано вот ведь анжелика здесь стоит 5 число это мы с ликой купили 5 числа купили эту вышивку леонардо вышивка будет 30 на 40 вышиваться будет крестиком видите здесь прямо написано значит я уже и достала все из пакета ну что здесь значит вот картинка общая инструкция то здесь будут и крестик две нитки и крестик в одну нитку и полукрестик и стежок в общем все 104 удовольствия вот и сейчас я вам дальше покажу как я готовлюсь к началу вышивки продолжаю свою подготовку к вышивке так как картинка большая вот видите она с двух сторон там сам сама вышивка будет 30 на 40 я обычно складываю пополам и начинаю вышивать вот сверху и кроме этого я еще складываю через два через двадцать клеточек у меня получается вот такая гармошка который я потом сложу в пирамидку сейчас я когда сложу я вам покажу вот вот уже вот мои нитки вот вот обозначение видите вот как вот здесь какие цвета здесь показано какие нитки нужно брать вот они эти нитки по номерам в этот раз мулины обычная то есть не акрил не шерсть обычная мулины которая каждая нитка состоит из 6 тоненьких ниток так что придется их разделять самая сложная подготовка к вышивке закончена вот я так канву расшила квадратиками по 10 клеточек вот такие вот видите они клетка клеточки вот чтобы было удобнее вышивать потому что на рисунке тоже вот посмотрите видите тут тоже по 10 клеточек тоже все разлиновано и мне так удобнее но все по разному мне так удобнее вышивать вот ну все осталось только пяльца на место нитки разложить можно начинать вот такая пирамидка у меня получилось вот видите я скрепил скрепочками если вы здесь посмотреть она ведь форме пирамидки вот эту вот часть вышью поворачиваю потом дальше но и там потом уже и раскладывать так как неудобно по крайней мере вот маме по мере вышивания она видите стоит она не падает вот буду это вышивать вот сюда ведь я уже пяльца приготовила уже канву заправила вот нитки лежат ножницы тоже все можно приступать сегодня 18 июня я закончила вот первую часть в пяльцах вот что у меня получилось скажу честно вышивается очень тяжело потому что вот видите здесь вот все вначале все очень светлое практически белое бледно-голубое и поэтому было очень тяжело поначалу я вообще не видел что у меня получается сейчас вот получается вот такая шляпка завтра я буду переставлять пяльца и буду продолжать и потом на что у меня получится я тогда сниму дальше сегодня 8 июля и сегодня я закончила второй сегмент вот этот вот был уже легче вышивать потому что как видите здесь хоть какие цветочки видны вот в срам по сравнению с первой частью когда здесь вот ничего ничего не было заметно чего вышиваю здесь вот видите уже плечико спинку ручки видно цветочки часть платья вот так что приступаю к следующей части передвигаю пяльца третий раз сегодня 20 августа и сегодня я закончила ровно половину своей вышивки вот я вам покажу ее общий вид вот такая девушка у меня уже получилось покажу поближе тень от меня падает правда вот такая красота у меня получилось так что ура 50 процентов сделано продолжаю свою работу сегодня первое сентября еще один кусочек вышивки вот ведь я показывал прошлый раз целиком но половину вот половина ровно половину вот кусочек здесь кораблики вот мне не очень нравится как эти чайки выделены но посмотрю потом в конце это вот так вроде бы как видно вот что вот эта чайка вот и вот это вот чайка вот 3 как-то не очень выделено но это я потом доработаю посмотрю ну в принципе то что кораблики вдалеке парусники видно вот так что продолжаю вышивать сегодня 18 сентября вышит еще вот у меня кусочек почти не падала вот этот кусочек вот с большой чайкой вот я в прошлый раз еще показывала вот так что вот осталось мне одна четвертая часть мне уж самой не терпится скорее закончить эту вышивку пока слава богу вечера более-менее свободны поэтому будем надеяться что дело пойдет немедленно по крайней мере ну не быстро нормально с вами темпом вот так что вот осталось мне чуть-чуть одна четвертая часть ой сегодня 9 октября и я все-таки сделала это ой мне так нравится смотрите поближе покажу конечно все это еще не обработанное вот но самое главное самое сложное я закончила теперь начнется теперь начнется ну не то что неприятно но больше всего как раз то чего я больше всего не люблю это обрабатывать и вставлять в рамку но мне это надо сделать побыстрее надо купить рамку и все это сделать обработать за эти выходные потому что лика ждет она хочет повесить эту картину в свою комнату так что я еще пока не заканчиваю пока свои работы вот все обработаю покажу и покажу как вставлю в рамку и вот тогда уже будет законченный рассказ о моей вышивке анжелика так ну что давайте вместе с вами будем приводить в порядок эту вышивку значит смотрите я уже все метки сняла от люстры тень моя падает сняла значит и сейчас мне нужно ну как рекомендуют с изнанки прогладить всю вышивку чтобы видите вот здесь все таки остались заломы от пялец там все видите у меня какая лохматая она внутри получается хотя там пишут рекомендуют чтобы не оставалось хвостов ниток но узелков нету узелки я не делаю но пока ну так как я вышиваю для себя и они мне в принципе не мешают этих махрушки внутри поэтому я в принципе вышиваю так как мне удобно сейчас я перехвачу в другую руку и мы вместе с вами приведем ее в божеский вид вот сейчас мы прогладим все это дело вот натюшком я вам покажу как все это выровняется так одну руку не очень удобно но я постараюсь вот и тень от меня падает но ничего страшного вот рамку я уже приготовила сейчас я вам проглажу все это я вам покажу рамку рамку я покупала в фикс прайсе за 149 рублей еле нашли потому что лика обязательно хотел чтобы рамка была белая и чтобы значит и нужно было еще найти 30 на 40 ну вот в принципе все я прогладила сейчас я вам покажу разницу вот видите и уже никаких не заломов ничего конва ровненькая вышивка тоже разгладилась если были где-то какие-то погрешности ну по крайней мере их не видно не видно вот все пойдемте с вами теперь вставлять в рамку ну вот такая рамка я уже показывала когда я купила фикс прайс 149 рублей она стоила сейчас я буду вставлять картину вернее свой вышив в рамку ну картина вышитая вот вот такая она сзади здесь видите даже вот такие вот хочешь так хочешь так вешай но я не буду показывать как я вставляю в рамку я вам покажу уже результат потому что я уже показывала как вставляла в рамку когда бархатца вставляла свою вышивку так что сейчас я вставлю и покажу вам свой результат ну и вот что у меня получилось лика хотела белую рамку я хотела серебряную или бледно-голубую лика сказала только белую ну посмотрит если рамку всегда можно поменять пока получилось вот так сейчас я вам покажу сзади как у меня получилось вот сзади я так подрезала здесь лишнее пока не стало намертво все это склеивать потому что если вдруг придется менять рамку вот так вот у меня сзади вот так вот у меня выглядит все это вот такая вот у меня получилась красота Так что я думаю, что можно будет уже отдавать Лики. А там она посмотрит, сама решит, как понравится ей цвет или будем менять рамку. Пока так. Единственное, хочу сказать. Ну, во-первых, значит, подведу итог всей моей работы. Вышивала я 4 месяца. Но, в принципе, я всегда подолгу вышиваю, потому что в день мне удается выделить всего часа 2 на вышивку, и то не каждый день, потому что днем я работаю, хоть и дома, но работаю. И, значит, ну и домашние всякие дела. Но 2 часа в день я стараюсь выделять себе на творчество, отдыхая, скажем так, душой и телом. Вот. Так что 4 месяца я вышивала. И хочу перед своими зрителями извиниться. Я когда стала просматривать предыдущие записи свои, так как они записывались постепенно, в некоторых местах проваливается звук. К сожалению, перезаписать я уже это не могу. Так что я прошу прощения. В следующий раз буду это учитывать. Вот. Ну, а пока вот так. Так что пишите в комментариях свое мнение. Кстати, напишите, как вы считаете, белые рамки хорошо смотрятся, или все-таки лучше оттенить бледно-голубой, там, или серебряные, по вашему мнению. Вот. Ну и вообще, пишите, у кого какие есть увлечения, кто зачем отдыхает душой. У меня вот такой. У меня еще вязка, но пока мысли на вязку нет, поэтому я вышиваю. Вот. На этом все. Я заканчиваю. Пока-пока. Наконец-то это свершилось. Я выкладываю это видео. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Как там? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Все, пока.